Карл Карл Кажется, наша подруга воняет Карл 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 Привет! С вами Никита! И я хотела бы продолжить рассказ о съёмках фильма про кредитного инспектора. Если ты не смотрел первую часть моего влога, то обязательно переходи по ссылке и на верстай упущенное. Короче, после последнего видео об этом фильме у нашего режиссера изрядно бомбануло. Он немного приуныл, прочитав ваши комментарии в моем паблике ВКонтакте. И как истинный профессионал, он прислушался к вашим советам. Во-первых, он решил заменить никчемную мыльницу, которую вы лицезрели в моем прошлом влоге, и на которую снимался фильм на более модный смартфон, накрутив на него увесистую оптику. Но этим наш режиссер не ограничился, он решил кардинально изменить сюжет. Помните, я рассказывала, что кредитная инспекторша в конце фильма слушает первый тон Капитала Карла Марса в исполнении статуи Ленина? Так вот, на этом кинцо не заканчивается. Два шалевших должника все же сумели вырваться из катакомбанка на улицу, и вместо того, чтобы насладиться свободой, сбросив в себя оковы долговых обязательств, эти два придурка отправляются к памятнику Ленина, где сижу я. В общем, они вступают со мной в финальный бой, который заканчивается для меня дыркой в моей же голове. И дальше начинается новый виток развития сюжета. Полуторачасовое роуд-муви, где два эти весельчака, засунув в машину труп инспекторши, решают бежать из страны. Зачем они садят труп моей героини на заднее сидение, страшно себе представить. От режиссера я внятного ответа так и не услышала. Но эти парни начинают свой путь. Поскольку один из героев был внуком одного из проектировщиков Байкало-Амурской магистрали, то он решил продолжить дело, начатое отцом, но так и не завершенное в советское время. А именно, проехать маршрутом запланированной, но так и не осуществившейся стройке железнодорожного полотна от Комсомольска на Амуре до Чукотки, а далее через Берингов пролив на Аляску. Нахера им это надо? Режиссер не уточнил. Поскольку кино у нас будет немножко шазанутое, как эти два путешественника будут переплывать Берингов пролив и возьмут ли они меня с собой, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что Хромакей может им помочь в этом путешествии. Но зная создателя фильма, я прекрасно понимаю, что сюжет может измениться сотни раз. Так что, ребят, на выходе там будет совсем другая история. И, кстати, я настоятельно прошу тебя перейти по ссылке в описании, если ты не допетрил, что я и сейчас тут наговорила и как это все понимать. Я надеюсь, там тебе станет немножечко яснее. Ну а с вами, как всегда, была Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok